Когда земля горит, и дым ядовитый проникает в хату, залезает в нос и глаза, душит своим смрадом, я закрываю глаза и ухожу к Иисусу. В самом эпицентре мирового пожарища, где умнейшие люди яростно уничтожают друг друга, есть удивительный уголок, в котором тишина, покой и мир. Там Царство Небесное, в этом уголке благостный мир Христа. Этот уголок есть и у меня в моей душе. Я наслаждаюсь общением с Господом, я беседую с Ним, я рассуждаю о Нем. Это благодать Господа, это счастье, это истинная жизнь. Иисус Христос – фигура поразительная, невероятная. Даже в эпизодах, описанных в Евангелиях, Он великолепен и неповторим. Он великолепен и в рождении, и в смерти, и в каждом слове, и в каждом деле. Почитайте Евангелие, и вы согласитесь со мной. А если попробовать взглянуть на Его короткую жизнь, как целостное явление, то Дух захватывает. Насколько же Он велик, Он прост, Он непостижим, Он совершенно такой же, как и каждый из нас. Он истинный человек, и однако Он истинный Бог. Иисус Христос – это Бог, факт. Он Бог, но когда жил на земле, то жил как настоящий человек. И такая двойственность позволила Иисусу быть человеком совершенным в окружении людей подлых, добрых, злых, умных, гордых, униженных и царственных, обездоленных и богатейших. Его окружали люди самые разные – шпионы, больные, ученики, завистники, голодные и богатые. Весь калейдоскоп достоинств и мерзости окружал Его. Но Он, вот что поразительно, Он всегда и везде оставался собой. Он всегда и везде свободен. Он как магнит, все идут к нему, его и слушают, его критикуют, его любят и ненавидят. У него очень близкие друзья, его зовут туда, его зовут сюда, его склоняют делать это или то. Но Он всегда и везде остается собой. Он оригинал. План жизни сформирован им. Цель ясна. Он ее видит и к ней продвигается. Миссия его ему понятна. И Он, петляя по городам и селам Израиля, ни на миг не уклоняется от цели. Везде и в любых обстоятельствах Он говорит о Царстве Небесном. Совершает дело, к которому призван. Никто и ничто никогда не смогли склонить Его к перемене плана. Он не колеблясь ни мгновения говорит усомнившимся ученикам своим. Не хотите ли и вы отойти? Ах, какая убежденность! Какое ясное понимание своей задачи! Пилат предлагает ему компромисс, типа признай царство Кесаря. Зачем тебе умирать? Достойно, не дрогнув, принимает Он терновый венец мученика. Проданный и преданный, Он до конца остается в верном призванию. Он один, но не одинок. Он отвержен, однако Он в своих руках и в своей молитве держит мир. Он предателей и распинателей прощает. Он возносится над ними и молится за них. Да, я восхищаюсь. Я хочу быть похожим на Иисуса. Видеть Отца, видеть Царство, видеть путь. Идти путем истины в дом Отца. Вот только страшно. Ведь чтобы быть похожим на Иисуса, нужно отрешиться от всего. Даже от догматики. И пойти с Ним и за Ним. Невзирая на лица, решил я, пойду за Ним. Он не предаст и не обманет. Петр говорит, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Продолжение следует...